доброго времени суток дорогие друзья с вами супер sonic рад вас видеть снова на своем канале сегодня у нас первый урок посвященную высшему пилотажу который мы рассмотрим две основные фигуры которые на мой взгляд очень интересные при выполнении их в симуляторе эта фигура ранверсман или поворот на горке и вторая фигура она наверное вам известно это колокол но для начала мы с вами обратимся к теории то есть в частности сейчас рассмотрим что вообще себя представляет выше пилотаж зачем он нужен и основное требование к летчику который его выполняет профессия летчика истребителя требуется человека развития ряда определенных качеств одними из основных качестве 요청 и истребителя являются отличные теоретической подготовка скорость реакции мышления а также отличная физическая подготовка теоретическая подготовка летчику истребителю необходимо для того чтобы познать такие науки как аэродинамика, теория механизмов и машин, техническая механика, конструкция летательных аппаратов, а также динамика полета и механика полета. Реакция и мышление необходимы для того, чтобы в условиях высоких скоростей и стремительно развивающейся ситуации принимать своевременно взвешенные и правильные решения. Но физическая подготовка нужна для тех случаев, когда мы имеем дело с пилотажем, как допустим сегодня, для того, чтобы тренированный организм мог переносить более качественно любую перегрузку, без последствий для здоровья. Сегодня мы с вами рассмотрим две фигуры высшего пилотажа, это поворот на горке и колокол. Техническое описание этих фигур будет приведено по ссылкам ниже под видео. Итак, поехали! Первая фигура высшего пилотажа, которую мы с вами изучим, называется поворот на горке. Мы ее выполним дважды. Она связана с таким моментом, как опрокидывание. Опрокидывание, это если на тело действует несколько сил, стремящихся его опрокинуть, то опрокидывающий момент будет равен сумме моментов этих сил относительно точки, вокруг которой может произойти опрокидывание. Тоже относится и к моменту устойчивости. То есть, устойчивость и опрокидывание, как мы знаем из теории механики, оно примерно одинаковое. Что мы сделаем? Мы с вами наберем скорость, выйдем на угол тоннажа приблизительно 50 градусов, уберем обороты и верхние точки пока еще будут эффективнее направление, отдадим с вами левую педаль, используя как раз механизм опрокидывания. Сумма сил, воздействующих на носовую часть самолета, где у нас определен центр массы, он смещен ближе к носу, вызовет разворот самолета вокруг его оси. Сейчас я выполняю переворот. И будем выходить на выполнение фигуры. Поворот наборки. Выполняем разгон. Устанавливаем угол тоннажа 50 градусов. Убираем обороты. Даем левую педаль, груз на себя и вправо, против вращения. Как вы видите, под действием сил самолет, как маятник, разворачивается влево на 180 градусов. Давайте сделаем это еще раз. Вопрос о том, зачем военному летчику, истребителю, знать основу теоретической механики, теорию механизма машины, считаю, что необходимо. Вообще военный летчик, истребитель, это существо, которое учится всю свою жизнь. Запретных тем для изучения нет. Лежа, который лежат в области физики. Угол тоннажа сделаем 50 градусов. Убираем обороты, даем левую педаль, груз на себя и вправо, против вращения. Сумма сил действующих на самолет сейчас стремится развернуть его. У нас вокруг своей оси на 180 градусов, в горизонтальной плоскости, что и происходит. И мы выходим на обратный курс. Можем выполнять эту фигуру для атаки наземных целей, которые успели увидеть с земли и пролететь благополучными на них. Либо при выполнении фигуру воздушного боя. Сейчас выполняем колокол. Угол тоннажа 60 градусов, убираем обороты. Здесь важно понимать, что добавлять обороты необходимо, когда самолет начнет движение вниз, чтобы избежать помпажа двигателей. Что такое помпаж, вы почитаете в технической литературе, сомнево, на которую я приведу ниже под видео. Добавляем обороты, таким образом, чтобы не было срыва пламени. И выходим из фигуры. В принципе, все. Как вы видите, в DCS эти обе фигуры хорошо реализованы. На модуле DCS форн 2.7, F18 форн. Спасибо, что были со мной. Если будут какие-то вопросы, задавайте комментарии. Всего доброго. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Спасибо за просмотр.